Здравствуйте, уважаемые коллеги! Информационное агентство «Татаринформ» начинает свою пресс-конференцию. Сегодня она посвящена актуальным темам прокурорского надзора. Позвольте представить главного гостя, который на самом деле в представлениях не нуждается. Это прокурор Республики Татарстан Илдуз Саидович Нафиков. Сейчас передаю слово моему коллеге, старшему помощнику прокурора Республики Татарстан Руслану Марселевичу Галиеву, которого тоже все прекрасно знают, и он представит всех, кто сегодня будет выступать. Добрый день, уважаемые коллеги! Вместе с прокурором Республики вся его команда, в первую очередь первый заместитель прокурора Республики Артем Юрьевич Николаев, заместители прокурора Сергей Петрович Старостин, Марат Шамич Долгов и прокурор Казани, столичный прокурор Олег Антонович Дроздов. Также в этом зале присутствуют руководители ведущих структурных подразделений. Если будут какие-то вопросы, связанные с какими-то специфическими темами, то они готовы ответить и на эти вопросы. Но перед началом мероприятия я хотел бы выполнить одну очень важную миссию. Позвольте мне, я же поздороваюсь с всеми присутствующими. Я рад всех видеть, приветствовать всех представителей средств массовой информации в этом зале. Действительно, мы вместе с вами выполняем очень важную функцию. И у нас и праздники профессиональные друг за другом. У нас 12 января, у вас 13 января. Тоже я с большой радостью вас поздравил в тот день всех с профессиональным праздником. Наша работа, я считаю, нацелена на одну общую цель – на защиту прав и свободы граждан. Человек и гражданина. Жители нашей республики, жители нашей страны – это главное достояние. Это те люди, которые рядом с нами живут, нас окружают. Это начиная с семьи, школа, работа, вуз. И соседи по подъезду, прохожие на улице. Это все наши жители, ради которых мы должны работать. То есть просто мы работаем разными методами, мы ставим эту задачу, вынуждены прибегать где-то, может быть, к правоохранительным мерам, к мерам наказательным. Но все-таки во главу угла мы ставим, что мы должны защитить добропорядочность человека. И там, где человек страдает, мы тоже должны принять все меры по выставлению прав. А пресса, она делает большое дело, она освещает эту работу. Во-первых, спасибо, что вы освещаете и нашу деятельность. И вы являетесь для нас очень важным источником информации. И третье, вместе с вами мы нащупываем какую-то проблему, эту проблему ставим, придаем ей какое-то звучание. И потом непростые проблемы иногда, которые не имеют однозначного решения. И вот придав отзвучание, мы заставляем людей думать, находим какое-то решение. Либо организационное, либо политическое, либо правовое, либо воспитательное, что люди задумываются, начинают понимать, что надо менять себя, менять мир вокруг себя и начинать с себя. Большое спасибо за такую встречу, что все пришли. Но сейчас мой коллега продолжит... Спасибо. Коллеги, напоминаю, что в мае прошлого года по инициативе заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Сергея Зайцева в городе Казани состоялся семинар работников прокуратур субъектов Российской Федерации, которые входят в Приволжский федеральный округ. И предметом обсуждения стали актуальные вопросы правоприменительной практики и прокурорского назора в сфере обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Участникам семинара был продемонстрирован короткий фильм под названием «Уроки адмирала», который был снят студией ТНВ Продакшн при содействии Пресс-службы прокуратуры республики. Этот фильм был номинирован на всероссийский конкурс на лучшие материалы в средствах массовой информации, который проводит Генеральная прокуратура. И я предлагаю вам для того, чтобы освежить память, посмотреть небольшой фрагмент. Субтитры создавал DimaTorzok 11 марта 2015 года. Этот день стал настоящим шоком для республики и всей страны. Сгорел один из крупнейших рынков Казани – торговый центр «Адмирал». По сообщению МЧС республики, пожар возник на первом этаже. Его общая площадь в самом пике превысила 4000 квадратных метров. Пожар унес жизни 19 человек. Субтитры создавал DimaTorzok Гостроенадзор и на всю республику имеет всего 8 специалистов по пожарной безопасности. Из них двое дислоцированы в Казани. При этом только в прошлом году выдано 126 заключений о соответствии проекта требований пожарной безопасности. Из них в Казани 60. И это только по объектам с массовым пребыванием людей. Не считая все остальные, ясно, что качество такого контроля вызывает вопросы. Пожар в «Адмирале» назвали трагедией всего Татарстана. Страшная и беспощадная. Она преподнесла всем нам горький урок. Мы должны не только учесть ошибки и принять меры к повышению технической безопасности, мы должны стать сплоченными и нравственно крепче. Мы должны подлетать закон, жить и работать честно. Мы должны привыкнуть жить самостоятельно, внимательно относиться к тому, что происходит рядом, объединяться и самоорганизовываться. От этого зависит благополучие нашего общества и благополучие каждого из нас. Уважаемые коллеги, вот такой телевизионный продукт получился. Он отмечен высокой наградой генерального прокурора. Я прошу вас выйти на импровизированную сцену и вручить заслуженную награду нашей коллеге. Приказом генерального прокурора Российской Федерации 9 января директор студии ТНВ Продакшн Тимуршина Гульнара Ильдаровна награждена грамотой генерального прокурора Российской Федерации. Пожалуйста, фото на память. Высокая награда, пусть удача работы. Сейчас посмотрели кадры прямо с изъятия. Мы, когда фильм готовили, мы не ставили задачу, чтобы не дали еще что-то. То есть у нас не было стремления, даже отмечать вообще не то, что сам последний, мы готовили эту тему для того, чтобы на семинарии руководства работников приносить, чтобы придать значению вопросу, насколько была на прагенде в пандемии Казани, чтобы и в других регионах фильмы меры не допустили. Вот это, и мы, чтобы у себя не допустили. То есть, вот этот фильм был как раз такой глаз, что ли, души, чтобы все услышали меры. Спасибо. Уважаемые коллеги, переходим к работе. Но перед началом я хотел бы еще раз напомнить вам, что 23 января текущего года состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры исполнитель Татарстан. С основным докладом, как вы знаете, выступил глава надзорного ведомства Иду Саидович Снафиков. Текст доклада размещен на нашем официальном сайте. Доступ к презентации и видеоматериалам к докладу вы можете получить с любого мобильного устройства, воспользовавшись системой QR-кода. Вот он на экране. Значит, можно навести на экран и получить доступ ко всем материалам. Он пока повисит. Значит, сейчас приступаем к работе. Вы имеете возможность задать все ваши вопросы. Пожалуйста, бизнес-у-лайн, давайте с вас начнем. Добрый день, господа. Добрый день, Ильдус Саидович. И если позволите, начну с одного из главных вопросов, который беспокоит абсолютно, наверное, всех жителей нашей республики. Это вопрос, естественно, Татфонбанка. По поручению Рустама Горгалича Мениханова ГСО возбудило уголовное дело. Уже как минимум четверо подозреваемых. Все эти четверо человек сейчас находятся в сезон номер два. Нам бы хотелось узнать ваше мнение о перспективных данного уголовного дела. Достаточно ли меры применяет ГСО, МВД, ПОРТ? Будете ли вы лично настаивать на возбуждении новых уголовных дел? И чтобы полностью добить эту тему, наверное, как вы считаете, не слишком ли жесткая мера пресечения в отношении всех четырех подозреваемых? Потому что арест... Ну, как минимум, один человек там точно никак не работал с клиентами. Спасибо. Вопрос, конечно, очень щепетильный, потому что банковская сфера достаточно очень тонкая. Лишнее сказанное слово может пошатнуть финансовую систему. Поэтому мы постараемся как-то ответить аккуратно. Во-первых, никакой паники не должно быть, потому что ситуация под контролем, она взята под контроль руководства республики, Центробанка, агентства по страхованию вкладов. То, что касается уголовного дела, уголовное дело возбуждено не по Татфонбанку, в данном случае, то относительно чего вы задали вопрос, а в отношении структуры ТФБ финансы, это дочерняя структура. Но в любом случае мы все вопросы в рамках этого дела внимательно изучаем. То, что четыре человека арестованы, они арестованы законно, прокуратура поддержала ходатайство следствия в судебном заседании, суд вынес решение, мы с этим решением согласились, в апелляционном порядке не обжавули, оно вступило в законную силу, они взяты под стражу. Мы полагаем это мероприятие адекватно, содеянному. Пока детали обстоят, дело мы не будем разглашать. То, что четвертый человек не имел отношения к работе с клиентами, тем не менее, там имеются данные, что он давал соответствующие указания, поэтому есть доказательная база, есть доказательства, все четверо причастны к совершению преступления. Но это еще не конец, там продолжение будет, поэтому мы копаем более глубоко, ни перед чем не остановимся в плане установления виновных должностных лиц, ответ будет самый жесткий в плане правовых мер. Но мы до последнего, должен сказать, не принимали таких мер репрессивных по возбуждению дела. Почему? Потому что все-таки мы на первом месте, и тогда, и сейчас считаем, на первом месте должен быть вопрос выхода из непростой финансовой ситуации. Потому что мы до сих пор не теряем надежды на санацию банка. Было бы очень хорошо для всех, если бы этот вопрос был решен. Поэтому, ну, это особая структура. Во-первых, Центробанк дает оценку самому банку, введена временная администрация, которая должна предстоять отчет Центробанку, и уже, в зависимости от оценки Центробанка, может быть, делать выводы в отношении самого банка. В отношении других структур, да, там, можно смотреть, в отношении отдельно, должна смотреться. Все-таки, еще раз говорю, мы сами, в том числе, правоохранительные органы, не теряем надежды на благоприятный исход дела. Но, независимо от этого, те лица, которые, ну, допустили нарушение, в том случае, мы с первого дня отслеживали, с первого дня органы внутренних дел, органы федеральной службы безопасности, они начали проводить оперативно-расследственные мероприятия, и вот, когда назрела ситуация, когда, как раз, дело и было возбуждено. И, при этом, мы все это делаем, и делали с тем, чтобы не помешать нормальному процессу выведения, оздоровлению банковской системы. Все. Спасибо. Коллеги, секундочку. Я все-таки предлагаю представляться и называть СМИ, которые вы представляете, что страна должна знать своих героев, да? Пожалуйста, Александр Кузнецов. Александр Кузнецов, Александр Кузнецов, в продолжении темы Статфонбанка, вы сейчас говорили в большей части о уголовном деле, да? Не готовы, будьте добры. Кузнецов, Александр, агентство Интерфакс. Вы сейчас в большей части говорили о возбужденном уголовном деле и все, что с ним связано. Тем не менее, в продолжении этой темы на заседании коллегии прокуратуры в конце января президент, непосредственно обращаясь к Центральному банку и в том числе к прокуратуре Татарстана, сказал, что необходимо усилить контроль, имеется в виду и с вашей стороны с точки зрения надзора прокуратуры, за деятельностью банка в связи с ситуацией в Татфонде и тогда Интехбанке. Что все-таки с точки зрения прокурорского надзора предпринято, если предпринято в этой сфере вообще, да? Какие-то реальные действия, может быть, вы что-то уже накопали с точки зрения нарушения законности, потому что поручение... Еще раз скажу, банк особая сфера, в банковскую деятельность нельзя никому вмешиваться, даже прокурору, пока не будет дана какая-то оценка Национальным банкам. Есть специальный регламент взаимодействия Центробанка, Генеральной прокуратуры и других прокуратурных ведомств. Есть специальная процедура по оздоровлению банка. В течение шести месяцев работает АСВ, Агентство по страхованию вкладов. Оно должно предоставить отчет уже в течение двух месяцев Центробанка он должен предоставить, продолжать работать. Центробанк в течение месяца рассматривает и в течение трех месяцев, то есть до 15 марта Центробанк, Национальный банк должен дать какую-то оценку, принять какое-то решение. И вот, когда принимается это решение, все эти материалы передаются в Генеральную прокуратуру, только тогда мы можем что-то уже смотреть в соответствии от этого. Еще раз говорю, мы не зайдем в банк, не будем там копаться, искать что-то, швыряться, изымать. Это будет абсолютно неправильный шаг. Зашел туда прокурор, это значит, он убил банк. Вот этого делать ни в коем случае нельзя. Надо воздержаться от каких-то резких движений. Есть специально полномочия структуры, Национальный банк этим занимается, и ввел специально полномочий орган, который тоже не подчиняется Нацбанку, это АСВ, агент страхования и вкладов. Оно независимо от своей деятельности. Оно сейчас призвано предпринять, во-первых, они исключают доступ заинтересованных лиц туда, что могут сделать, что с документами, и они должны предпринять все меры по оздравлению. Мы надеемся, что там что-то будет. А что в дальнейшем не получалось, это уже мы можем работать по сигналам, каким-то, вместе с оперативно-рожастными службами, так тогда мы можем реагировать. Опять же скажу, это очень тонкая сфера. Здесь очень непросто угадать и очень непросто принимать какие-то меры. Даже прокурор, неправильно поступив, он может вызвать какую-то панику на рынке. Это неправильно. Пожалуйста, следующий вопрос. Вадим, пожалуйста. Вадим Ищерков, Вадим Илья Реали. Вы наверняка знаете, что... Банки мы обычно, если банки мы заходим, только единственное, обычно, прошу прощения, обычно заходим необычно у нас по вопросам проверки исполнения законодательства о легализации денежных средств. Да, вот в этой сфере у нас полномочия есть. В остальной сфере это, знаете, мы должны воздержаться от каких-либо резких действий. Но в то же время мы вместе с вами будем думать, что мы можем предпринять не каким-то для упреждения нестандартными какими способами в дальнейшем. Пожалуйста. Вадим Ищеряков, Адель Реалья. Лус, это вам наверняка известно, что к вам не так давно поступило обращение правозащитников по поводу ситуации с цыганами в селе Айша Зеленодольского района. Понятно, что вы будете проводить проверку, но у меня вопрос такой, почему прокуратура не принимала решение ранее о проверке некоторых высказываний головы Зеленодольского района Александра Тыгина. Не было у вас такого желания. Я процитирую одно, чтобы было понятно. Если покажете мне хотя бы одного цыгана, который заработал свои деньги, то это будет приятно. В музей поставим единственный гордец за всю историю. Примерно такие же цитаты были и ранее. Все-таки прокомментируйте ситуацию с Тыгином и с целым ситуацией с цыганами. Эти высказывания я услышал в первый раз, я ранее не слышал. Я думаю, мои коллеги никто не слышали. Потому что если вот так прозвучало в таком ключе, это, конечно, недопустимо. Потому что любая нация заслужит уважения, в том числе цыгане, не исключение. Мы, республика Татарстан с тысячелетней историей, не как-то республика, а с тысячелетней историей, как народ, который проживает на территории, многонациональной, многоконфессиональной. Для нас, как ни для кого, в Российской Федерации это понятно и ясно, что нельзя противопоставлять какие-то нации и народности. И здесь всегда у нас все жили. Не только татары, русские, чуваши, мордва, марийцы, армяне и евреи и так далее. Все нации жили здесь дружно, работали, торговали. Конечно, это надо пресекать такие вещи. Я поручаю, Илья Аркемеевич, посмотрите, все это проверьте, пожалуйста, возьмите на вооружение. А что касается письма правозащитников, мы письмо, конечно, это мы проверяем, мы посмотрим внимательно, но та ситуация, которую мы владеем по поселку Айше, по Осиново, где компактно проживает, Нижневезовые вернее, до Айша, Нижневезовые, где компактно проживают представители вот этой национальности. К сожалению, есть факты нарушения закона при постройке домов, при самовольном подключении к электросетям. В этой части предпринимаются гражданскоправовые меры, что что в правовом русле, и там, где есть нарушение закона, там, конечно, мы будем реагировать на те действия. Есть факты, конечно, что и другие, но это ни в коей мере не должно бросать тень на эту нацию. Но если они нарушили закон, мы будем спрашивать с них по всей мере с любого человека, будь он цыганин, русский, татарин, ко всем будет одинаковый подход. За нарушение закона спрос будет жесткий. Спасибо. Следующий вопрос. Реальное время, Ирина Плотникова. Вернусь немного к Татфонбанку. Ильдус Саидович, среди ваших знакомых может быть среди семьи есть пострадавшие от ситуации. Хотелось бы узнать, как вы оцениваете реальный объем пострадавших в республике, потому что наверняка у вас более оперативные данные, чем с нами делятся. И что бы вы посоветовали вообще вкладчикам, чтобы не попадать в такие ситуации? Вот то, что касается физических лиц, вы знаете, что есть система в соответствии с законодательством Российской Федерации страхования вкладов до 1,4 млн. рублей. Если вы физическое лицо, надо, значит, соответствовать, если у вас сбережения больше, чем 1,4 млн. надо, значит, их так распределять, чтобы в каждом банке была сумма не больше, чем это. Это будет грамотно, мудро. Физические лица, они защищены все-таки системой страхования. Но опять же, надо размещать там, где банк, где именно банк, а не просто кредитное учреждение иного типа. И то, что все банки, которые работают легально, они застрахованы, они защищены системой страхования вкладов. А вот такая кредитная структура, как ТФБ Финанс, она оказалась не застрахована. Поэтому надо смотреть то лет банк, то лет просто кредитное учреждение. Это более обобщающее понятие. Если банк, и он работает легально в правом поле республики, надо убедиться, посмотреть, там можно размещать, но не более, чем 1,4 млн. Что касается счетов и юридических лиц, здесь, конечно, сложно что-то посоветовать, как в этом случае быть. Но это уже чисто коммерческий, просто какой-то предвидение или просчет ситуации. Конечно, это трудная задача. Но то, что касается возможных изменений, допустим, в законодательстве и в правовом регулировании или в экономическом регулировании, в экономической жизни эти свои позиции, там в своих статьях высказывают, как-то можете почитать. Я здесь все не буду уже комментировать, на этом останавливаться. У меня чисто здесь служебная встреча. То есть не могу уйти за пределы. Свои научных позиции не могу сказать. Нет, давайте все-таки уважать друг друга. Все пока по одному кругу пройдем. Пожалуйста, коллега, вот вы подняли руку. Газета «Аргументы и факты» Александра Дорфман. Я хотела по поводу реализации программы аварийного жилья вопрос задать. Вы говорили на коллегии про то, что надо дать уголовную процессуальную оценку действиям чиновников. Мы знаем, что в Зеленодольске уже вышло представление прокуратуры о том, что надо перепроверить аварийность домов. Есть ли все-таки какие-то уголовные дела, то есть о бездействии чиновников и что-то в этом роде. И где еще, в каких районах вы проводили проверки соответствующие? Проводили проверки везде, но сейчас этот вопрос смотрим более углубленно. Но в Зеленодольске она наиболее обостренная эта проблема стала. Поэтому там сейчас тоже мы, ну вы уже сами сказали, какие меры прокурор предпринял, но на этом мы не оставились еще. Но то, что касается уголовных дел, пока мы не торопимся рубить вот так с плеча, потому что мы должны все меры принять к урегулированию ситуации, чтобы была ясность снесена. Сейчас, значит, более углубленно анализируем и оцениваем ситуацию. А вы любите районы? Скажите, вы еще какие-то? Ну, во всех районах Татарстана вы проверили. Во всех районах. Коллеги, давай, пожалуйста, следующий вопрос. Пожалуйста. У меня вопрос прокурору Казани. Олег Анатольевич, вот была информация, что жилой дом, который должен быть 9 этажей, достроен до 18 этажей и там квартиры уже распроданы, как бы, будущие квартиры. Вот что будет с этим домом, этими людьми? Я тут золотая середина, да? О каком доме идет речь? Уточните. О каком доме? Свеев. Это Свеевский дом, да, действительно. Значит, был такой факт установлен, и меры прокурорского реагирования здесь значит, применялись в отношении соответствующих должностных лиц. Но в настоящее время по этому дому значит, судебные процессы идут, поэтому до непосредственного решения, которое будет принято, я вам сейчас результат не могу сказать, потому что действительно в компетенцию суда мы не вмешиваемся. то есть сейчас пока решение судом будет принято, после этого будут приниматься уже конкретные меры, потому признает ли суд законным использование вот этих вот девяти настроенных этажей, и значит, там прежде всего вопрос стоит ведь в безопасности для проживания и так далее. То есть сейчас, насколько я знаю, проводят соответствующие экспертизы, значит, и все будет зависеть вот из-за этого, и будет исходить решение соответственно суда. У нас своя позиция по этому вопросу была, мы высказывали свое мнение, к нашему мнению прислушались, была назначена как раз экспертиза в Московском самоведущем институте, выше которого просто нет эксперта, поэтому мы посчитали так, что прежде чем какое-то решение резкое принимать, должны высказаться специалисты самого высокого уровня. Правильно сказал Олег Анатольевич, у нас при этом приоритет 1 безопасность, если все это будет отвечать требования безопасности, соответственно, там может быть какое-то другое решение, поэтому суд сейчас пока рассматривает и ждет результатов, окончательных результатов этой экспертизы. Коллеги, пожалуйста, следующий вопрос. Давайте по одному кругу, вот, пожалуйста, Татар-информ, я так понимаю, с темой. Да, Алексей Анисмов, Татар-информ, Эльдус Айджер, вот регулярно появляется информация о привлечении к ответственности работодателей за невыплату заработной платы. Скажите, пожалуйста, это говорит о том, что количество фактов увеличилось в связи с непростой экономической обстановкой или просто сотрудники ведомства стали уделять больше внимания этому вопросу? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я бы не сказал, что увеличилось количество фактов в связи с непростой экономической ситуацией. Вот такая ситуация экономическая, по-моему, непростая, я бы сказал, она не первый год уже длится, это просто мы видим разные фазы. Мне кажется, начиная с 2008 года где-то примерно мы вот в этой фазе плаваем, то есть чуть выше, чуть ниже. это у нас был какой-то всплеск экономического роста с 1998 по 2007 год. Это мы просто привыкли, что так быстро росли в течение 9 лет. Но с 2008 года немножко ситуация по-другому изменилась. Здесь трудно за последние 2 года или год не стало столько хуже и все эти санкции в такой степени не сказались. Поэтому я бы не связал чисто с непростой. Сложно сейчас ситуацию оценивать, в том числе экономическую, как она, что плохо, что такое долговое время есть накопившееся, а так есть вопросы. А по зарплате мы всегда придавали большое значение этому вопросу. И в прошлом году, позапрошлом, но в этом году особенно просто нацеливали прокуроров, чтобы непосредственно вникали, вызывали, каждого работодателя принимали меры ответственности. В результате вмешательства прокуроров 500 с лишним миллионов рублей за зарплату было выплачено работникам. Задолженность по зарплате у нас снизилась в 2,5 раза, если брать 1 января 2017-го по сравнению с 1 января 2018-го года. Результаты есть и есть примеры работы, но плюс мы дали указание району прокуроров, чтобы они эту работу показывали, освещали, в том числе средства массовой информации. Потом президенту республики еженедельно на субботних совещаниях, на координационных совещаниях, еженедельных совещаниях, докладывая о ситуации, в том числе по зарплате, это проблема номер один, которая беспокоит и президента. Потому что вот эти вещи, неуплата зарплаты, неуплата налогов, это все внешний показатель других обязательных платежей, это все внешний показатель неблагополучия экономики или тех или иных хозяйств субъектов. Если больше трех месяцев не выплачет зарплата или не выплачет налог, это можно сказать, что предприятие уже не вытянет. Это уже не вытянет. Там в любом случае надо меры оздоровления принимать. Или выходить с мерой оздоровления и сохранить имущество и погасить потом долги успеть людям. А если запустить процесс, он три месяца не заплатил, потом еще не заплатил, с ежиком накапливаться, когда дошло уже до банкротства или до финансового оздоровления, все, имущество утрачено, распродано, перепродано. Поэтому здесь тоже надо мониторить, вовремя вмешиваться, причем оперативно вмешиваться в эти процессы. Но пока мы успеваем вроде бы на ранней стадии мешаться, чтобы людям было выглачено зарплату. Стараемся не допустить предприятий таких, чтобы банкротные появились, но все-таки если они не платят, лучше раньше, чем позже. Иван Саидович, скажите, пожалуйста, вообще в продолжении этого вопроса в последнее время увеличилось количество обращений жителей Тарстана прокуратурой, и с чем вы это связываете, если увеличилось? Жители по трудовому вопросу? Нет, по всем вообще просто, вот чаще стали обращаться. По всем вопросам чаще стали обращаться, это однозначно. Если помните, я как-то года два назад на коллегии, тоже, по-моему, год два назад тоже на коллегии, тоже пресса присутствовала, приводил цифру 80 тысяч обращений, сегодня уже 22 тысяч обращений. Но это связано ведь не только с процессами того, что нарушать закон стали чаще, да, я не связываюсь с этим, и не констатирую, не хочу сказать этого. Это связано с тем, что коммуникации стали более доступны для людей. Очень много обращений в электронной форме, очень много просто электронных писем присылает, мы все это принимаем, регистрируем, на это тоже оперативно отзываемся, но что касается трудовых вопросов, значит, из этой цифры 92 тысячи, 47 тысяч жалоб мы оставили у себя, поскольку непосредственно касались прокуратуры, остальные были по подведомственности в те органы, которые, вы знаете, должны отвечать, направлены в контролирующие органы власти, вот из 47 тысяч, если брать, 47 или 46 тысяч количество обращений, из них по трудовым вопросам 3 300 или 3 500 это вопросы трудовые, это очень достаточно большая доля. На первом месте, я бы сказал, из обращений граждан идут вопросы исполнения судебных решений, вот там 3 500, а где-то 3 300 это трудовые вопросы, и потом на третьем месте идут где-то тоже за 3 000 с лишним, это вопросы жилищные и вопросы ЖКХ, вот три группы вопросов, которые определяют на сегодня тренд, то есть четверть обращений граждан, это практически приходится на эти три вопроса, исполнять судебных решений, трудовые вопросы и жилищно-коммунальные жилищные вопросы. Трудовые вопросы, по ним обращение примерно так же балансирует, где-то чуть больше, вот так примерно, но не существенно. Коллеги, пожалуйста, одни и те же, как в школе, да? Активные зато, активисты, а власть берут только активные, понимаете? Ну давайте, вот пойдем по второму, тут просто есть другие СМИ и они, видимо, пока еще созревают с вопросом. Управляет ведь всегда не большинство, а меньшинство. И другие СМИ сейчас упустят. Это большое заблуждение демократии, что управляет большинство, на самом деле управляет активное меньшинство. Потому что если поставить друг против друга, да, ну, тысячи маранов и стаи волков, допустим, кто победит? Понятно, да? Вот, поэтому, ну я не сказал ничего антидемократического. Московский комсомолец, кстати, я к чему, я просто к давним дискуссиям к избирателям, что у нас в свое время, я же прошел разные формации, и социализм, и развитой социализм, и перестройку, и демократию. Раньше считалось у нас азбукой, должно проголосовать большинство, 51%, 50% плюс 1, да? А потом перестали набирать, когда Дима Крисовна пошла, перестали набирать такое количество голосов. Люди же не приходят, уже 30%, 20% сначала несколько туров проводили, проваливали стуры, и потом появилась новая концепция, которую я вам сейчас вот и пересказал, о том, что фактически управляет не большинство, не абсолютное большинство, управляет активное, активное большинство, то есть только те, кто взяли власть, кто пришли на избирательные участки, кто задали вопросы, кто усумели отставить свои права, и вот по этому принципу получается, что 30% или 20% может управлять всеми вопросами общества, потому что они пришли, вопрос задали, или подняли тему, или проголосовали. Поэтому, если будете писать, мне не обвинять в этом, демократизм, я же не такой, я демократ, то в меру, я за демократический централизм, когда на стадии обсуждения демократии, на стадии принятия решений исполнения авторитарный режим, потому что сначала надо договариваться, голосовать, а потом уже обеспечить исполнение уже жестко в директорском режиме, по-другому не получается. Сложно с вами не согласиться, Илья Савельевна, и вопрос, знаете, так, представьте, еще раз, Артем Кузнецов, бизнес онлайн. Вопрос, продолжение, ваша речь, замечательный, о стаях. Все чаще на улице у нас выхивают массовые драки, вы, естественно, небезосновательно акцентировали на этом внимание во время коллегии этого года. Нам бы очень хотелось услышать ваше мнение о том, которое вы высказали на коллегии, о том, что якобы отголосок 90-х у нас, собственно, слышится на улицах. Вот, например, сегодня, далеко за примером ходить не нужно, был убит студент африканский с Верфак КФУ по одной из версий следствия по источникам. Его, по-моему, убила группа совершеннолетних, несовершеннолетних, но вот есть такое предположение. Это тоже в том числе отголосок 90-х, вы считаете? И второе, вы акцентировали внимание на массовой драке на Назарбаева, которая в конце прошлого года произошла. Вы не могли бы прояснить, сколько там было участников, что, собственно, поводом послужило? Спасибо. — Три вопроса, фактически, прозвучало. — Коллеги, давайте все-таки по одному вопросу. — Нет, нет, давайте, давайте. Я пытаюсь все три вопроса группировать. Во-первых, я на коллеге не говорил про драку на Назарбаева, я сказал в целом, что предотвращены и пресечены были групповые драки. То, что касается драки Назарбаева, это ситуативная, там все-таки вещь, она не связана с группировками. Там группа пьяных с одной стороны, с другой стороны. Ну, было совершено преступление, дело возбуждено, оно представлено для утверждения заключения приорожескому прокурору. Там будет суд, вы все узнаете, все услышите. Я даже имел в виду другое, та групповая драка, которая была пресечена весной 2016 года между разными группами. Ну, такие вещи есть. И поэтому я не говорю об отголоске 90-х годов, но когда я задал вопрос прокурора Приворского района, я просто ему задал вопрос, чтобы он чувствовал свою ответственность о том, что по какому-то стечению обстоятельств у нас все вопросы какие-то сложные для республики начинались там, зарождались в Приворском районе. Даже в советские времена тяп-ляп банда в Приворском районе, потом, значит, Борисковский, перваки, они все в Приворском районе, вот эти драки значит, Борисковских, Жилка и так далее, породили криминальные войны 90-х, потом, значит, у нас Дальний тоже был в этом, как и в Приворском районе, там еще что-то в Приворском начиналось, все другие вопросы, короче, там зарождались, поэтому я вот на это придал внимание, и драка групповая тоже между перваками Азинским была пресечена в апреле 16-го года, тоже в Приворском районе, и там эти группы все равно, мы же на земле находимся, группы все равно спящие есть, спящие ячейки, ну, или действующие эпизодически не так, как в 90-х, что это целая армия, целая, значит, дисциплина, бойцы, которые по тревоге ежедневно ходят на работу и готовы подняться хоть ночью, хоть днем, сейчас немножко ситуация другая, сейчас они все-таки более ситуативно действуют, и все-таки боятся, и чувствуют о том, что есть, скажем, такая сила и мощь у правых райцев органов, да, боя целью было как раз и в речи, и при постановке вопросов не допустить возвращения того, и не только казанского феномена, а в 90-х годах. Казанский феномен в 80-е годы появился термин в связи с казанскими баталками, которые в 80-е годах еще выезжали в Москву ну, совершать грабежи в Москве, это я помню, в 88-89 году тогда появился феномен казанский термин, а уже в 90-х годах вот эти преступные криминальные войны. Вот это было вызвано как раз тем, чтобы не допустить, потому что отдельные проявления, ну, вы сами обратили внимание, они как бы есть какие-то некие индикаторы, которые, ну, нацеливают, показывают, что все-таки проблема существует, пусть она в спящем режиме, но всегда пробудиться может монстр, поэтому вовремя надо принимать упреждающие меры, вовремя отсекать, вовремя, бить по этим болевым точкам. Если зарождаются какие-то лидеры, их надо привлекать к ответственности. Если начинается сбор денег, будь то на рынке, будь то в школе, будь то, значит, на улице, это тоже надо резко пресекать, потому что как только сбор денег пошел, это возникает уже пополнение общака, а как только общак, как только деньги, это начинается уже саморегулирование преступного мира. Вот об этом я и как раз говорил. Но я не говорил с целью посеять паники и я сам далек от панических настроений, потому что мы ситуацию контролируем и уверен, что это сдержим. Но если об этом не напоминать, если на это не обращать внимания, то мы точно будем уповать на лаврах, что когда-то в 90-х годах в начале 2000-х сломали хребет, я не скажу, что полностью победили, но хребет, по крайней мере, надломили организованной преступности, будем уповать на лаврах, радоваться, она потом опять восстановит свои силы, поднимется. Поэтому об этом надо напоминать. Когда такие факты появляются, тоже на это надо жестко реагировать. Вы тоже здесь, как сказать, там, я полагаю, я полагаю, помощь какую-то оказывайте. Но не с целью напугать общественное мнение сбудоражить, а с целью, чтобы просто меры принимались, и люди были бдительные, у нас сейчас и общественность участвует в охране правопорядка, эти меры тоже надо применять. Что касается убийства студента Республики Чад, Нигерия, это вот оно произошло сегодня ночью, в ночь на 17 февраля, тело было обнаружено еще в 10 вечера, значит, неведомо с охраной. Потом уже подтянулись оперативники, все, выяснилось там, значит, убийство, убийство. Это недопустимо, конечно, это надо раскрывать, выяснять, кто это сделал, совершил, и самые жесткие меры должны быть приняты. Но я полагаю, зацепки в органах есть, это дело просто должно быть раскрыто. Поэтому мы взяли его на контроль с первого же дня, держим руку на пульсе, периодически мы будем заслушивать, смотреть, как продвигает следствие, но мы все меры предпримем. Сейчас трудно говорить о каких версиях, потому что если даже вы что-то услышали по своим каналам от следствий или оперативных работников, в такой ситуации все версии выдвигаются, в том числе и та, которую вы сказали, поэтому это было бы не мудро не выдвигать и такую версию в том числе, потому что все варианты отработаются. В общем, дело чести от преступления раскрытия. Дальше. Пожалуйста, коллега, на последнем ряду. На последнем ряду? Я бы хотел вернуться к теме адмирала и еще пяти или шести казанских рынков, которые у нас сгорели за год всего-навсего. МЧС утверждает, что причина одна – это каникулы, объявленные в свое время еще Медведевым, который был тогда президентом, не кошмарить бизнес. Не дают прокуроры разрешение инспекторам пожарного надзора на проверку. Это позиции генеральной прокуратуры, прокуратуры республики Татарстан или прокуратуры Казани? Спасибо. Во-первых, вот с последнего такого нету к нам ни обращения, ни сигнала, ни возмущения страны пожарной охраны, что прокурору не дают. Другое дело, есть нормальный рабочий законодательный процесс о том, что любой контролирующий орган, когда выходит с проверкой, он должен обратиться к прокурору за получением согласия на проверку. Это именно с целью не кошмарить бизнес. Но в обращении он должен указать, мотивировать, что это несет угрозу для жизни, здоровья людей. Если действительно видно, что есть угроза для жизни, здоровья людей, ни один прокурор не откажет даче согласия на проверку. Таких фактов еще эти высказания иногда даже на совещаниях кто-то спекулирует и начинает высказывать. Я обычно задаю вопрос, но вы дайте мне факт, где прокурор вам отказал необоснованно или отказал. Чаще получается или просто сами не обратились, потому что это сложный процесс. Может быть, кому-то показалось, он не сложный процесс. Это надо просто собрать соответствующий материал, обратиться. Это нормальная процедура. у нас же и следователь обращается в суд за арестом, за меропрещение и задержание под стражу. Он же произволенно никого не арестовывает. Здесь точно такая же процедура. Просто очень много фактов, когда просто сами обратились. Есть случаи, когда мы отказываем согласование проверки, но там совсем другие основания. Есть целый перечень оснований, когда нарушены процедуры оснований, другие. Но если есть угроза жизни опасности, никакого отказа не было. По всем этим сгоревшим ни один факт не был приведен, что прокурор отказал и из-за этого не смогли проверить. Но эта система есть, и это не просто медведь каникулы или что-то. закон, который существует, действует, он нужно справляться. Пожалуй, следующий вопрос. коллега не задавала. Регина Гималова, Казанский репортер, Руэльз Дусейдович, вы наверняка знаете о деятельности так называемых групп смерти. Насколько я знаю, ОНФ в Татарстане выявили нескольких руководителей подобных групп. Скажите, как против них действует законодательство? Как я понимаю, под статью доведения до самоубийства они не подходят. Ситуация очень сложная, конечно. В различных мессенджерах, в соцсетях распространяются различные игры, завлекают детей, причем действуют на самое святое, на их интерес, на какие-то даже чувства человеческие, потому что где-то какие-то игры пытаются подростков вести на то, кто смелее, кто храбрее, завести его на этом. Какие-то пытаются игры завести о том, что плохо быть с близкими, если ты дальше не продолжишь игру и так далее, и не пойдешь по этому пути. Понимаете, даже вот такие чисто человеческие святые чувства вот эти люди пытаются затронуть, раскрутить. Но в то же время используют, видимо, то, что современное поколение, оно где-то наполовину живет в виртуальном мире. Мы это тоже должны учитывать. Иногда стремление получить лайк у ребенка, оно может превышать какие-то другие интересы, но это роль наша вместе с вами всех в воспитании детей, и своих, и кого мы рядом видим. Как-то у ребенка не должен интерес остыть к реальной жизни, он в реальной жизни должен видеть, что есть близкие, друзья, родственники, что есть в реальной жизни возможность проявить свои лучшие качества, и ту же смелость, храбрость, и ту же возможность защитить родных, близких. И как-то вот это надо просто на наглядных примерах, в том числе личным примером, ребенку это наводить. Хуже бывает, когда родители отворачиваются, проявляют безразличие, ребенок уже ничего не видит, кроме как самому закопаться в этот мессенджер, свой аппарат, свой гаджет, и жить только там. А когда он начинает жить только там, ну я просто далеко захожу, с чего начинается, как говорится, начинает жить только там, он же утрачивает интерес реальности, он начинает уже следовать потом этим схемам, и на него легче становится воздействовать. Конечно, первой стадии надо предупредить. Что касается соответственности, на самом деле это явление новое, и поэтому в законе оказалось так, что адекватного ответа практически нет, но мы хотя мы нацеливаем в этом случае правоохранительные органы на применение статьи 110 уголовного кодекса доведения до самоубийства, что крайне сложно, потому что там сказано, что доведение до самоубийства путем угроз, унижающего насилия, унижающего унижения над ребенком и так далее. Здесь очень сложно эти признаки подобрать, квалифицировать, но все-таки с этим мы будем бороться пока не знаю как, но в любом случае параллельно процесс и родители, учителя, население, взрослые, как должны понять, как с детьми заниматься, мы где-то упускаем их, потому что они начинают не так мыслить, и с другой стороны мы тоже будем искать решение правоохранительным путем, но на сегодня внесен яровой проект, то есть предложение о внесении изменений в уголовный кодекс о введении специального состава по факту таких призывов, то что депутаты понимают, что на практике сложно действительно здесь квалифицировать их действия по тем статьям уголовного кодекса, которые есть, но меры должны принять, но фактически те группы, которые существуют, те организаторы, они понимают к чему это ведет, к чему это ведет. Здесь в любом случае умысел есть, поэтому не 110-й, как другой состав в любом случае присутствует, потому что человек понимает, что ребенок будет покончить с собой, только способ не соответствует, не обозначен. А есть ли примеры таких уголовных дел в Татарстане? Примеров нет, сейчас, на сегодня у нас пока в набережной челнах, и то до конца не выявили, только занимается круг определен, идет проверка, вот на примере материала будем там обкатывать практику, смотреть, что можно предпринять. коллеги, пожалуйста. Пока, конечно, мы все с вами должны как-то поработать, и пресса, я бы хотел здесь в прессе обратиться к вам, как к коллегам, чтобы вы не только писали об этом, как о явлении сенсационном, что вот это есть, вот это появилось, вот такая игра, такая игра, а чтобы вы тоже поискали решение проблемы, поставили проблему, и какие пути выхода из этой ситуации в плане идеологическом, философском, воспитательном и так далее. Может быть, это не из режима репортажа идти в режим очерка, может быть, где-то здесь, какую-то более глубокую публицистику. Здесь как-то ее, знаете, надо изнутри продумать, чтобы каждый читатель у вас тоже задумался, а почему это происходит, а не может ли произойти это своим ребенком или своим окружением и так далее. Вот здесь надо как-то заставить взбудоражить мысль. Вот, видимо, вот такой какой-то нужен жанр, какой-то вот здесь какая-то такая републикация, или просто, даже если вы короткий репортаж сейчас дадите, все равно как-то вот эту мысль тоже повернуть, что надо задуматься, что-то в нашем обществе не так, что-то нужно тут, не знаю, что где-то там оставиться, надо и задуматься. Пожалуйста, вот коллега. ТНВ, Марсель Аскаров, хочу спросить про конфликт жителей улицы Новаторов, Галеева, между, у них с прошлого года идет, так скажем, конфликт между строительной компанией, РС Инвестмент, которая строит дома на Новаторском обраге. Вот позавчера был суд в Ахитовске, и в Ахитовске суд почему-то вот прокуратуру не поддержал, и будете ли вы это решение оспаривать. И в свое время оказывается стоял вопрос о сооружении там противоуползневого сооружения. Ваше представление, по-моему, было. И вот ваше мнение по этой проблеме. Так, Марат Шамильевич, лучше вы или Олег Антонович? Могу явно сказать. Мой заместитель Марат Шамильевич, он более подробно наложит. У нас действительно рассматривалось обращение группы жильцов группы жильцов, которые проживают в домах по улицам Галеева-Новаторов, была проведена тщательная всесторонняя проверка по данному факту силами прокуратуры республики, прокуратуры города Казани. По итогам проверки было принято ряд решений, внесен ряд мер прокурорского реагирования. В частности, мы обратили внимание инспекции госстроенадзора на то, что показателями, но основной вопрос, который ставили жильцы, это превышение уровня шума и разрушение в результате этого повреждения домов, в которых они проживают. В результате применения определенной строительной технологии Роспотребнадзором было зафиксировано превышение уровня шума. Инспекция госстроенадзора мер по этому факту не принимала. При повторном выезде вновь было зафиксировано превышение уровня шума. В итоге применение строительства с использованием данной технологии было приостановлено. Кроме того, исследовался вопрос законности выделения приобретения земельного участка. Это на основании произошло судебного решения арбитражного суда Республики Татарстан, вступившего в законную силу. Имеющего силу закона исследовался вопрос по установлению сервитутов. Там нарушения законности выявлено не было. По составившейся решению Вахидского суда в настоящий момент мы комментировать его не будем, потому что нам еще надо его более тщательно изучить, посмотреть. То есть если у вас необходимость имеется, там просто такая многоплановая очень серьезная проблема. В том числе проводится и процессуальная проверка силами УВД города Казани. Там и вопросы соблюдения природоохранного законодательства, земельного, градостроительного законодательства, охраны прав граждан. Поэтому если у вас интерес к этой теме присутствует, пожалуйста, милости просим, где-то в конце следующей, может, недели мы более детально решение суда посмотрим и сможем уже как-то более детально прокомментировать. коллеги, если у вас продолжен интерес к этой ситуации, обращайтесь в пресс-службу с запросом, постараемся ответить в кратчайшие сроки. — Владиславович, вот, кстати, вопрос касаемый интернета, он здесь прозвучал от Казанского репортера, хотелось бы продолжить. Ваше ведомство сейчас очень заметно, это очень нам, да, СМИ, что углубляется в интернет, и каково ваше поручение вашим подчиненным, то есть вы более тщательно следите за всем тем, что появляется в интернете, потому что я так вижу, что пресекаются и какие-то там нарушения в соцсетях и где-то еще, вот какова ваша позиция в этом плане? — Да, ну, у нас уже больше года работает, мы, кстати, докладывали вам сначала в пилотном режиме, сейчас уже в полном режиме работает специально созданная компьютерная система, которая сканирует интернет во всем пространстве, независимо от границ, по 13 категориям, о которых мы говорили там, и наркотики, и суицид, и так далее, поэтому мы очень много и выявили таких вот групп, и, кстати, то, что докладывали, ряд групп закрыли, там, по решению суда вот таких, либо просто закрыл этот Роскомнадзор. Ну, благодаря вот этой автоматизации процесса выявлено на сегодня 82 тысячи, по-моему, 82 тысячи интернет-страниц с признаками нарушения законодательства, в 26 тысячах мы обнаружили подтверждение, что да, действительно, то, что наши специалисты смотрят, не только по признакам, а целым, что да, есть нарушение законодательства, по этим 26 тысячам фактов мы направили информацию в Роскомнадзор, по 6 тысячам Роскомнадзор принял решение о блокировке сайтов. Но есть системная, конечно, проблема, что Роскомнадзор просто захлёпывается с нашей информацией, он не успевает. Вы видите, 26 тысяч направили, они только 6 тысяч закрыли. Здесь какая-то системная проблема, или процесс там надо автоматизировать, или просто то, что на сегодня законодатель предписывает, позволяет закрывать только интернет-страницу или сайт, это не решение проблемы, потому что мы обнаружили даже вот там наша система, кстати, помогает выявлять даже там, где Роскомнадзор заблокировал, запретил, допустим, сайт или интернет-страницу, она в Московской области закрыта, они считают, что по всей России закрыта, а где-то на Камчатке, в Сахарине мы находим тоже интернет-страницу, и, конечно, опять до Роскомнадзора доводим, потому что всеми техническими средствами, которые есть, неэффективно просто идти по пути закрытия сайтов интернет-страницы, надо закрывать или исходящие сервера, направляющие сервера, то есть на потоке, в самом процессе надо где-то отсекать, ну, в общем, сложный технический вопрос, и он требует какой-то дополнительной законодательной регулировки. В.ПУТО. Спасибо большое, Ильдус Айдович, час пролетел незаметно. В.ПУТО. У нас еще, значит, буквально полторы минуты, вот кто не задал вопрос, пожалуйста, да, и будем на этом заканчивать. К сожалению, здесь площадка следующего мероприятия, и у нас дальше по графику Ильдус Авидович, продолжает тему интернета, важную безопасность в интернете. Скажите, пожалуйста, сегодня только в СМИ появилась информация с ссылкой на источники правоохранительных органах о том, что последние начали проверку по поводу информационной атаки на банки Татарстана. Раз уж Ваше ведомство так следит за интернетом, действительно ли это так? Можете ли подтвердить и принимаете ли участие каким-то образом в этой проверке? Любая информатака на банковскую систему должна притекаться, это ненапустимо. Потому что это сеет панику и может вызвать цепную реакцию. В любом нормальном банке может произойти нечто. Поэтому обязательно надо притекать. Мы, конечно, вместе с коллегами с МВД, с ФСБ тоже активное участие принимаем. Спасибо большое. Информационное агентство «Татарнфронт» заканчивает пресс-конференцию. Спасибо большое, Льду Саидович. Очень рады Вас видеть. А так, в завершение я хочу сказать спасибо всем коллегам, что подошли. Но я должен сказать, что мои принципы и принципы нашей команды всегда были в том, чтобы работать не на разрушение, а на созидание, чтобы поддерживать те созидательные программы. Потому что очень легко разрушить по мелочам то, что делается в республике. Надо все силы приложить, чтобы было сделано. А в Казани вы видите, как много сегодня сделано. Даже на примере нашей столицы, как город преобразился. И во всем это принимали участие прокуроры, объекты культурного наследия. Вы помните эту программу. Вы помните, наверное, как все столбы были заклеены в начале 2000-х годов объявлениями о написании дипломов, диссертаций, еще чего-то. Мы потихоньку вместе с властями отликвидировали, да, из всех правоохранительных органов. Помните, провода висели. Мы их все под землю ввели. Тоже мы и иски предъявляли, и обязывали, заставляли. И вот по всей ситуации, по парковой зоне, водоохранной зоне, понимаете, вот вся эта наша работа была нацелена на то, чтобы людям было комфортнее, среда была лучше. Спасибо вам, прессе, средств массовой информации, за совместную работу. Мы будем дальше работать. Спасибо всем за участие. У нас в СМИ есть обращение к вам, как гособвинителю по делу Чистопольского Джимаата. Просто когда закрывали этот процесс, говорилось о том, что это делается для защиты свидетелей. Сейчас речь идет к премиям, то есть уже вроде как никаких свидетелей нет. Можно ли вас попросить от лица всех СМИ ходатайствовать о том, чтобы хотя бы на премия процесс открыть? Ну это судья уже будет, суд будет решать. Нет, а вы можете, вы поддержали бы такое ходатайство? Мне надо сейчас оценить ситуацию. На самом деле там была реальная угроза безопасности свидетелей, очень ценных свидетелей. И они дали такие показания. И в общем-то они в этих показаниях раскрыли, почему они боялись. Это, ну, тем более угрожали их детям. Мы жизни этих людей не могли просто подвергнуть. И жизни их, тем более близких детей, не могли подвергнуть угрозе. Сейчас мне надо оценить всесторонние. Это на самом деле были не пустые слова, почему мы ходатайство в закрытом процессе. Мне очень хотелось, чтобы вы присутствовали и так далее. Но очень часто такие дела проходят в закрытом режиме, особенно в Кавказском регионе и так далее. И на примере этих регионов мы видим, как эти угрозы исполняются нередко. Поэтому мы, конечно, должны в первую очередь сделать все для безопасности участников процесса, который там есть, чтобы люди не пострадали. Это приоритет безопасности людей. Но если будет возможность, конечно, мы рассмотрим этот вопрос. Спасибо всем за участие. Спасибо большое.